Приветствую вас, дорогие мои рыбулечки! С вами опять я, Татьяна Шиманова. Давайте посмотрим, что же нас сегодня здесь ожидает. Что нам нашепчут карты Таро Иллюминатов? Что интересненького покажет интригующего, завораживающего? Итак, главные события недели с 24 по 30 июля. Наше настроение, наш настрой. Алхимик. Магичить будем, друзья мои, магичить. Ну, не обязательно. Кто-то действительно будет магическими ритуалами заниматься. Ну, а вообще, нас, честно говоря, кругом окружает магия. Наши слова, наши действия, наши мысли – это тоже своего рода магия, да. Ну, вообще, конечно, карта ещё указывает на то, что кто-то на этой неделе возьмёт под своё единоличное управление те события или, точнее, те процессы, которые будут для вас важны. Может, кто-то захочет обаять своими способностями, своей харизмой, провести свою какую-то идею, протолкнуть её. Ну, давайте смотреть события. Ну, вообще, конечно, напор бешеный. То есть, захочется использовать все свои ресурсы, накопленные для какой-то своей цели, мощной цели. Так, императрица. Угу, тоже серьёзно. Туз мечей. Ну, друзья мои, что-то вы там надумаете. И сила. Просто бомбически получился расклад. Вот. Даже не знаю. Ну, во-первых, конечно же, три старших аркана. Вот. Карта императрица. Начнём, как говорится, по порядку рассматривать эти сценарии. Карта императрицы. Дела домашние, дела хозяйские, дела бизнеса. В общем, всё будет под вашим контролем. Всё под вашим контролем. Я бы так же сказала, не то чтобы жестковато, но так это твёрдо, твёрдо в руках будете это, все ниточки держать. Ну, конечно, карта может проиграться как покровительством со стороны вот такой довольно статусной персоны. Да, может это ваша начальница, может это кто-то из родителей или из знакомых. Ну, в основном, конечно, концентрация на улучшении своего благосостояния. Даже, я бы сказала, укреплении своих, может быть, и в том числе и жизненных позиций. Да, ну, серьёзное, серьёзное, серьёзное намерение. Ну, и влиять кто-то на вас вполне может быть. Да, влиять может, может. Ну, если это покровительство, то это просто будет здорово. Просто будет здорово, потому что довольно-таки мощное покровительство. Не на словах, а вот именно на деле. Может быть, даже, знаете, как-то проиграться как серьёзные какие-то сделки, связанные с семейными ценностями, с семейными объектами. Да, мои хорошие. Ну, может быть, указывают кто-то и на рождение ребёнка. Или на беременность, точнее даже, на беременность. Туз мечей. Ну, что ж, карта острая. Как говорится, будет желание расставить все точки над ей. Не просто желание, а это действительно будет сделано. Ну, учитывая ещё ваш настрой по магу, то большая вероятность резких телодвижений, категоричных, таких твёрдых, сказал-сделал. Да. Как говорят, мужик сказал, мужик сделал. Ну, и то же самое относится, конечно, и к женщинам. Да, развязать какой-то узел, может быть, разрешить какую-то проблему, найти новый путь решения, какой-то задачи, да. Решение, может, проблемы. Может, какой-то новый проект. Получение какой-то новой информации, может, понадобиться. Да, 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 да. Тем более, тут рядом у нас ещё карта сила. Не исключено, что это связано с давлением на вас. Или эта информация нужна, чтобы продавить свои интересы. Да. Продавить свои интересы, отстоять свои интересы. Может быть, конечно, связано и с какими-то документами, очень серьёзными документами. Ну, и общение с соответствующими серьёзными структурами. Ну, а вообще, если вот в таком, скажем, житейском плане, да, карта сила может указывать, что много будет физической работы. Много физической работы. Может, по дому, по хозяйству. Может быть, на работе, в бизнесе. Ну, и, конечно же, ещё может указывать, вот в плане физической работы, это для здоровья. Да, тот же фитнес. Те же физические нагрузки в спортзале. Ну, а вообще, конечно, не исключено, не исключено давление со стороны. И поэтому потребуется некая, ну, защита, может быть, отпор придётся давать. И это тоже может быть. Так, ну, давайте посмотрим, что у нас с конфеткой. Так, король жезлов. Ну, тут ещё одна персона. Похоже, это покровительство, друзья мои. Вмешательство некого человека, некого персонажа. Вот, влияние его на ваши дела, в том числе и на вас. Причём очень энергичное влияние. Возможно, это связано с какими-то совместными делами. Да, мои хорошие. С совместными делами. Своего рода партнёрства. Не обязательно это с бизнесом связано. Это может партнёрство, что-то по дому, по хозяйству. Вот, по личным каким-то вещам. Но, тем не менее, может в окружении у вас появится вот такой интересный персонаж. Очень деятельный, очень активный. Ну, если это вы, то можно сказать, что за вас переживать не стоит. Да. С такой энергией, с таким упорством, с такой заинтересованностью. Когда, знаете, кровь кипит и хочется всё сделать сразу же и в большом объёме, с хорошим результатом. Ну, о чём тут можно ещё говорить? Хорошая конфетка, мощная. Так, что у нас там с занозой? Ну, пятёрочка кубков, да. Может быть, моменты печальки, разочарования. Или в себе, или в других. Может, какие-то обидки. Может, воспоминания. Ну, естественно, о каких-то негативных событиях. Или связанных с какими-то не очень хорошими отношениями. Ну, бывает, накатит. Что, что, жизнь, она такая полосатая. Хотя, в принципе, друзья мои, мне кажется, это абсолютно не связано с событиями. Это что-то со стороны, если можно так выразиться. Со стороны. Может, вы кого-то обидели, и потом это поняли, и пожалели, что это сделали. Бывает такое, что вот ненароком, непреднамеренно что-то ляпнешь, а потом думаешь, о, Господи, ну зачем же я это сделала? Или зачем я это сделала? И вот и кошки скребут на сердце. Вполне может и такая заноза быть. Ладно. Что советует Арапу? Кольцо. Ну, кому-то, возможно, это намёк на то, что пора приводить отношения к какому-то заключительному этапу. Имеется в виду к браку. Да, мои хорошие. Может, кому-то намёк купить кольцо. Да? Купить в подарок кольцо. Ну, если вот так на событийном уровне, чисто вот из символики, да, возможно, что здесь намёк на то, что закольцевать какой-то процесс, закрыть его, понимаете? Закрыть его. Ну, больше ощущения, конечно, такого подарочного, романтического, любовного направления. Да. Я имею в виду совет. Ну, что ж, мои хорошие. Неделька у вас очень славная. И, как говорится, дай Бог, чтобы так оно и было. Ну, а я на этом закругляюсь. Всех благ вам, здоровья вам. Это однозначно. Любви и денег побольше. Ну, а самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моём канале YouTube, Telegram, ВКонтакте и в Дзене.